Итак, с сегодняшнего дня главные мировые новости будут приходить, ну или мы надеемся, что будут приходить из Рио-де-Жанейро. Через несколько часов открывается Олимпиада. Традиционный русский дом уже заработал. Он расположен в самом сердце Рио, где, как все мы знаем, ходят все в белых штанах на знаменитом пляже Капа-Кабана. Русский дом находится в здании рядом с музеем Форт Капа-Кабана. Там есть бассейн, теннисные корты, можно сделать массаж, пройти различные процедуры по восстановлению. Ну и, конечно, там настоящая русская кухня. Главные разговоры, которые сейчас там ведутся, о чем говорили на церемонии открытия. О том, что пришлось пройти наши сборные, да и вообще всей стране, чтобы попасть на эту Олимпиаду. Да, и мы, кстати, хотим делать активность Рио-де-Жанейро. У нас есть жизнь, и я считаю, что у нас команда очень сильная, и я думаю, что все события, которые были, должны дать такую хорошую спортивную злость для того, чтобы выступить как можно лучше. У нас проходила встреча, да, перед отъездом с президентом страны, и у нас многие атлеты заявили, что они будут стараться работать за тех, кому не удалось принимать участие в этих Олимпийских играх, что они выступают в первую очередь не за себя, а за тех спортсменов, которые не попали на эти игры. А так, как бы то ни было, мы в Рио подвижать наших, туда приехали болельщики, у которых появился свой неофициальный гимн. Мы всегда одна команда. Мы одна страна. Мы всегда одна команда. Мы одна страна. Мы... Наверное, вы уже знали, Сергей Крылов, на сцене, почему именно он спел гимн, не объясняется, но тут можно провести прямую связь давно, в 90-х. Может быть, вы помните Крылоса Крыла Стапа Бендера о фильме «Пичула мечта идиота». И вот Тастап Сулейман Берта Мария Бендер Бей приехал туда, куда он с детства стремился. Привет, Крылова!